Приветствую, с вами 108. В данном видеоролике будет самый, пока что мой, самый успешный ящик. Ну, не считая, конечно, моего личного ящика, но и самый нарядный, самый красивый. Дарина Данииловна мне, вот, ходит юная помощница, помогала в постройке данного короба. Заказчик у нас Павел. У него было два феникса бас-машин восьмерки. Павелу не особо понравилось название бас-машин на 8-дюймовых сабиках, но, блин, действительно сабы достаточно успешные удели аудио, именно маленькие калибры. Если вы хотите знать, что же с восемнахой было, на канале есть обзор и есть видео, где восемнахов ЧВ находится и какие нюансы данного сабы. Восьмерки очень успешные сабы, они у нас также были на канале, обзор есть. Ну, и, конечно же, нужно было запилить очень хорошенький ящик, потому что ящик, который был у человека, он не очень хорошо играл. Он был сделан на трубе, труба посередине и два саба. В общем, я уже не первый раз пилил для данного человека ящик, и было решено, естественно, опять-таки запилить экспо. Машина у человека, я не помню, как правильно называется, но, грубо говоря, грузовая газелька, но иностранная. То есть у нас есть кабины, в которые надо как-то уместить сабы, вот я так понял, где-то там вдоль сидушек, чтобы они особо не мешались и при этом давали хоть какое-то звучание. А когда сабы у нас маленькие, вот сабы прямо рядом, они могут не играть. То есть сабы нужно как можно дальше удалять. Было решено запилить экспо, чтобы увеличить отдачу на верхнем диапазоне частот. Ящик получился как можно меньше, потому что экспо – это самый маленький, можно сказать, из паз-инверторов, не считая пассивный звучатель. Ну и по звуку он достаточно очень хорош. Ну и, в принципе, кто-то говорит, что очень геморно его делать, ничего сложного здесь нет. Также по запросу Павла был закуплен у нас карпет. Корм надо было сделать карпет, что я очень люблю. Это, ну, мусоросборник, можно сказать. У меня в машине сделан фальшкол карпетом, и да, все очень плачевными временами. Павел привез динамики, я проверил параметр ТС, рассчитал под них ящичек. Материал у меня был закуплен заранее, потому что Павел сказал, что нужен будет еще один ящик. В общем, ящик запилил, ящик поставил сабы моторами вверх, чтобы проверить, все ли играет, как было рассчитано. И да, я практически попал. Единственное, что я начал делать, ну, каждый ящик у меня все лучше и лучше. В этот раз я увеличил толщину материала везде. Экспо также подвел к стенке, тоже все максимально закруглил. С этой стороны закруглил, с внутренней, то есть толщой материал в два раза, то есть она получается на 42 миллиметра, и это все скруглил. То есть скруглил, даже сюда зашов, как бы, ну, в следующий раз будет еще лучше. И, в общем, настройка упала от расчета достаточно значительно. Хотя я пытался рассчитать очень хорошо. Когда я все проверил, Дарина Даниловна мне помогала клеить карпет, потому что карпет, он двухметровый. Мы разложили короб и начали потихонечку клеить. Я потихонечку сдирал, Дарина Даниловна аккуратненько разглаживала ящик, у нас с ней достаточно неплохо получилось. Потом заточил нож поострее, чтобы сделать все вот эти склейки, чтобы они не были особо видны. Но на камере почему-то они все равно выделяются, потому что ворс, скорее всего, в одну сторону как-то сделан, и поэтому видно, где ворс в одну сторону, где в другую, немножко отличается по цвету. Но стык практически, ну, не заметен. У меня он питался и в 0.5, и в 2 Ома, потому что Павел попросил подключить сабвуферы в 2 Ома, что примерно значит, как они будут играть от сет-смотряка. Сейчас Павел вроде бы более-менее настроил систему, и оно у него играет достаточно неплохо. Я, кстати, удивился то, что даже на роке на некоторых треках сабы поспевают играть. И есть такой у них нюанс, то, что если их распустить поверху, где им есть герц-доса, то они на улице начинают играть, то есть подпанчивать. То есть им, в принципе, похоже, их размер позволяет, ну, диффузор относительно легкий, играть панч. В салоне, конечно же, этого не слышно совсем, но, скорее всего, мои меды просто их перекрикивают. И результат, в принципе, с двух восьмерок был достаточно хорошим. Итоговый замер, к сожалению, не получилось сделать в 2 Ома. В 2 Ома оно заиграло куда интереснее, правда, мы уже немножечко клипа давали, но Павел послушал в моей машине, ему очень понравились сабы. Заказ поступил. Феникс Бас Машин в восьмерке. Были у меня на обзоре данные динамики. Как бы прям пушечка-гоночка. Где там катушечка-то у нас? Вон, все черненько. Ее не видно. Даже не поблескивает. Оно вот там чуть-чуть. В общем, сабы уже скоммутированы. Заказчика. Корп я уже напилил. Как бы с его составляющей. Порт. Сейчас домой приедем. Горячую Ому. Его и меня, чтобы согреться. И будем собирать. Сейчас все пробую-пробую. Меньше-меньше делать пропилов, потому что... Так, на глаз напилил. В общем, должен получить достаточно неплохой ящик. Как бы у нас там 40,2 литра, если не ошибаюсь, чистого. Не собираем ни на трубе, ни на обычном филе. Нам нужно больше места. Поэтому делаем экспо. Ну и плюс, нужно, чтобы на верхах была больше отдача. Поэтому, опять-таки, экспо. Собираем ящик под феникспас-машин. Немножечко с размерами прогадал. Надо было отмерить 408 миллиметров. У меня в углу 408, 408. По итогу я отпилил 400 и 8 сантиметров. По итогу сейчас... Ладно, лишнее отпилил. Съезжу. Порт готов. Его тоже надо будет обработать вместе со стенкой. Но это... В общем, сделал отверстие фрезером. Все это дело сравняю. Будет максимально главный переход. И, наверное, с обратной стороны тоже сделаем небольшое скругление. В принципе, всякие речки и прочие еще остались. И будем дособирать. Ну, конечно, я косячил. Тут надо было сделать в длину больше. Тем самым, тогда бы я бы выиграл больше места и смог бы нормально закруглить. Надеюсь, как получилось. Ну, плюс надо было отдельно тут как-то отмерить. Потом округлить. Ну, ладно, в следующий раз я сделал лучше. Но это уже как раз лучше моих первых экспо-портов. Как бы все. Теперь вот это ставится у нас вот сюда. На герметиках это все сядет. Закрепится. Вроде как бы, при-менее надежно. Сейчас это закреплю. Зашлифую, чтобы тоже было все четенько. Фрезером еще пройдусь дополнительно по этим краям. Вот этим тоже местам. Хотя, в принципе, тут можно болгаркой достать. Ну, ладно. Сейчас пройдусь. И дома уже буду в тепле собирать. Потому что уже... Ой, там температура не видно. Но уже около нуля. Если даже не ниже. В общем, уже саб-зиро везде. И, в принципе, останется мне отверстие вот здесь делать. По две восьмерочки. Ну, точнее как. Отверстие по две восьмерочки. Перемычечка. Вот, наверное, вот из этой сделаю. То есть обрежем, поставлю. Чтобы еще жестче было. И, в принципе, у нас корпус сам по себе достаточно жесткий. Как бы перемычка здесь. Перемычка здесь с самим портом. И нижняя стенка, она, в принципе, небольшая. И она... В общем, жесткости, мне кажется, должно хватить вполне. Мочи сейчас немного. Ну и плюс они еще сифонят. Из-за резинки этой. Видишь, пыль летит. Поэтому я резинками всегда проклеиваю. Потому что вот в эти места, ну, даже когда он стоит нормально, может сифонить. Как бы фронт у меня отключен. Ни хрена себе. Он не играет. Играет чисто этот. СЧ-ВЧ. Блин. Нормас. Причем трек без синусов, безо всего. Пока Дарьяна Данииловна смотрит мультики, она мне тут помогала с коробом. Причем сделаны вот такие терминалы, чтобы между собой они были. Как бы удобно подключать. Сабы никак не мешают. Как будто это сейчас лишнее все вырежется, уберется. Орт, как я говорил, закругленный, видите, дополнительная толщина. В следующий раз я сделаю, конечно, больше. И, короче, с каждым коробом опыта все больше и больше. Здесь пока что еще не пролито, но будет проливаться. Хотя там два миллиметра. Ну, точнее, как два слоя фанеры. Не один, как я обычно оставляю, а два слоя. В следующий раз попробую три слоя согнуть. Как бы вот это сейчас максимально плотненько надо будет убрать. Носабы наклеить, уплотнитель, чтобы просто не сифонило. Вот здесь, где карпет. Да, Дариша? Дариша помогала опыту короб делать. Ой-ой-ой. Ой-ой, да. Как бы стыки. Ну, на камеру, да, они видны. Если он потом еще подберется, потому что вот здесь стык особо не виден. Здесь стык особо не виден. Когда вот начинаешь его потрошить. Порт. Порт сейчас тоже будет делать, потому что вот он пока. Ну-ка. Попозже покажу. Вот он даже на улице, в принципе, вблизи играет. Достаточно неплохо. Там уже мощи, молясь, не хватает. Надо подкрутить. Ну, так. Вполне с такого расстояния слушать. Двери еще открыть, задержки все выставить. Ну, и место он занимает. Что? Его к спинкам поставить. Практически весь багажник свободный. Практически все выставил. Практически все это было. Практически все это было. Продолжение следует... Продолжение следует... Нужно смотреть, что там именно прописано, что именно у вас случилось. Либо, если уже срок истек, либо там вообще в труху просто динамик, усилитель, ну просто все в дребезги. Приносите эти остатки, даете, получаете новое, вам ничего ремонтировать не будет. И все, у вас новое. Также по некоторым акциям вы можете получить акустику бесплатно. Если я не забуду, будет всплываться, либо просто зайдите на канал, есть отдельное видео по этому поводу. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Также не забываем подписываться на наши социальные сети, добавляться в ВКонтакте, в группы, в друзья. Друзья, не забываем про наших спонсоров, забываем про донат анонимный через ВК. Номер карты также есть. Не забываем про чат в Телеграме. Не забываем то, что все видеоролики на канале разбиты по плейлистам, чтобы вам было удобнее в них ориентироваться. Поэтому смотрим другие видеоролики. От начала до конца, если ставим лайки, советуем всем своим друзьям, знакомым. Ну а с вами был 108. Всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok